Работу южноуральских аграриев оценил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Он прилетел в Челябинск, провел встречу с Алексеем Текслером, наведался в агроинженерный университет. И побывал на одном из предприятий, которое занимается выращиванием птиц. И в рабочей поездке делегацию сопровождал наш коллега Егор Хвисюк. Здесь вот сейчас представлен корпус плуга. Помимо корпуса плуга также есть и другие машины. Одним плугом не ограничивается. Есть и дискаторы, есть и рассадопосадочная машина, есть и корнеуборочная, и сошники. То есть весь цикл сельскохозяйственных операций. Высокопоставленные гости нисколько не смущают аспиранта Аграрного университета Филиппа Дымшакова. С гордостью рассказывает о лаборатории почвенного канала. Отремонтировали ее два года назад. В России всего четыре подобных. Здесь студенты испытывают реакцию южноуральской почвы на действия аграрной техники. Она реагирует более, так сказать, аналогичным оборотом выехать. И дать рекомендацию конкретному сельхозпроизводителю, какую технику использовать по результатам вы можете в этой ляду. А пропорционные испытания, да, можно. Лаборатории и аудитории Южноуральского агроинженерного университета осматривают Алексей Текслер и министр сельского хозяйства страны Дмитрий Патрушев. ВУЗ имеет филиалы в трех городах Челябинской области. Выпускники становятся ведущими специалистами в агрохолдингах. И осматривая университет, чиновники делают вывод не только об образовании, но и о состоянии всей агропромышленности в регионе. По мясу птицы у нас на втором месте находимся, по всем видам мяса мы где-то, на третьем, четвертом, по яйцу, на пятом, по свинине тоже. Поэтому в этом направлении мы, я считаю, достаточно продуктивно работаем. Мы производим 2,5 миллиона тонн хлеба. Далее делегация следует на выставку экспериментальных разработок. Внимание привлекает стенд специалистов, которые занимаются тестированием новых способов увеличения поголовья коров. Мы вымываем эмбрионы, семеняем, вымываем и к матерям, к суррогатным матерям пересаживаем и получаем 15-20 телят вот от этой выставки. Интересуются чиновники не только условиями учебы, но и жизни будущих светил сельскохозяйственной сферы. Делегация осматривает студенческое общежитие. Правый блок 5 комнат, левый блок 4 комнаты. На втором этаже проживаются трубники. От учебы переходят к практике и осматривают одну из крупнейших птицефабрик региона. Здесь Алексею Текслеру и Дмитрию Патрушеву демонстрируют полный цикл производства. От выращивания цыпленка в инкубаторе до упаковки уже готовой продукции для отправки в торговые сети. То есть это плохое? Да. Вот если мы посмотрим, вот вы видите, что здесь эмбрионы, здесь сосуды и так далее. Кроме того, на личной встрече глава региона и министр сельского хозяйства России обсудили вопросы взаимодействия и поддержки аграриев. В частности, программу о развитии сел и деревень. Ранее ее Алексей Текслер презентовал вице-премьеру Алексею Гордееву. Когда программу реализуют, на Южный Урал придут деньги, и сельское хозяйство получит дополнительный стимул к развитию. Егор Хвисюр, Борис Абрамов, Павел Головин, ОТВ.